В столице Чувашии подвели итоги социально-экономического развития за первые полгода. Индекс промышленного производства составил 103%. Большая часть предприятий увеличили объемы. Средняя заработная плата выросла на 8% и превысила 28,5 тысяч рублей. Увеличились налоговые поступления в бюджет, во многом благодаря оживлению работы на предприятиях концерна «Тракторные заводы». В то же время спад производства регистрируется на отдельных предприятиях легкой промышленности и строительной отрасли. В последнем случае и западение спроса на жилье. Серьезную озабоченность вызывают и несостоявшиеся аукционы на рекультивацию пехтолинской свалки. Вы знаете, что Чуваший попал в программу, в национальную приоритетную программу, так называемый «Чистый город». И на это дело выделено средство более 300 миллионов рублей, с учетом республиканской, федеральной и муниципальной, даже сумма почти в 400 набегает. 15 апреля начались аукционы. Не буду повторяться. Сегодня уже такое слово. Но если тут уже надо точно сказать, что это недоработка администрации, надо сделать все для того, чтобы эти средства в конце концов не вернули обратно федеральное бюджет. Бюджет города по доходам за январь-июнь 2017 исполнен в сумме 4,6 миллиарда рублей. И это на 19% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Расходы увеличились на 18%. Поступление собственных доходов в бюджете на 2017 год запланировано со снижением к уровню 2014 года, отметила министр финансов Светлана Янилина. Если на 2017 год по нашим плановым цифрам, собственные доходы на душу населения, это всего-то меньше, чем даже фактически у нас получилось в 2014 году. 8 тысяч рублей в 2014 году имели большее значение. И, соответственно, мы поднимем 15-й год, поднимем 16-й год по сравнению к 2014 году. Это тоже некий сигнал по работе нашими собственными доходами. Между тем, налоговый потенциал у города огромный. Необходимо активнее работать с организациями и предприятиями в части уплаты налогов, создания дополнительных рабочих мест, легализации серой занятости. Обсудили и перспективы развития столицы. По мнению депутатов, в реконструкции вслед за Московской набережной нуждается и Казанская, и территория у Никольского источника в Геронтьевской пустыне, и въезд в город со стороны Новочебоксарска. Неплохо прижилась новая форма работы – инициативное бюджетирование, когда жители сами выходят с предложениями о благоустройстве и разделяют с городом затраты. Повысилась финансовая дисциплина горожан. С 2015 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Чебоксарах имеет положительную динамику. Средний уровень собираемости в начале 2015 года был минимальным. Вы все помните, жители не хотели платить за капитальный ремонт. Уровень сбора составлял тогда 35%. По итогам отчетного периода этот показатель составляет 78%. Председатель госсовета Валерий Филимонов отметил, в целом в Чебоксарах наблюдается положительная динамика социально-экономического развития. Но и сделать предстоит немало. Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика.